Daily Mail вышла со статьёй, где сказала, что Ванга и Нострадамус предсказали войну в Европе в 1925 году. Несмотря на то, что они жили, эти два предсказателя, в разные эпохи, они одинаково точно предсказали войну в Европе в 1925 году. В частности, Нострадамус предрёк масштабную войну в Европе, отметив, что древняя чума будет хуже врагов, а Ванга предсказала опустошение континента в результате конфликта. Вот я у тебя, как у человека, который знаком с Вангой лично, который делал даже с ней интервью, и она ведь тебе лично даже... Не интервью, я расскажу. А расскажи. Вот ты скажи, ты веришь в эти предсказания или нет? Значит, смотрите, смотри, с Нострадамусом я не знаком. Я знаю, что он очень сильно настрадался, поэтому получил фамилию Нострадамус. Значит, я с ним не знаком, мы разминулись по временным срокам, показателям с ним в несколько веков. Никто не ответит тебе на вопрос, был ли он вообще или его придумали? А я, как человек, поддающий всё сомнению и как человек, знающий, сколько легенд оказались вымыслом, просто вымыслом, этого не было. Поэтому был ли Нострадамус, что он предсказывал, кто за него писал эти Катрены, никто тебе не скажет. А кто скажет, соврёт, потому что никаких подтверждений нет. Тут разобраться не могут, был ли Шекспир. Шекспир был, я тебя спрашиваю. Никто не знает. Идём дальше. Ванга. Вот с Вангой я знаком был. Это известная история, которая произошла в... Я думаю, в каком месяце, в сентябре или в октябре? Я уже, наверное... Это ты говорил накануне, по-моему, твоего дня рождения был? Да, вот-вот, вот-вот, да. Это точно было, молодец. Это точно было накануне моего дня рождения, поскольку я родился 21 октября. То есть это, наверное, всё-таки начало октября было. Я просто по времени вспоминаю, по обстановке, по природе, как мы ехали. Ну, наверное, начало октября, где-то так. Мы поехали к Ванге. Значит, эту поездку организовал мой близкий друг. Он был тогда директором Киев-концерта. Я рассказывал, что я занимался шоу-бизнесом много лет. И благодаря ему, благодаря его супруге, замечательной Валентине Владимировне Григоренко, которая была главным администратором тогда Киев-концерта, я, в общем-то, и вошёл в этот мир шоу-бизнеса. И вот Николай Николаевич Гребинок. Дружил с Верой Ильивой. Вера Ильива была женой начальника политотдела КГБ Болгарии. И Вера Ильива имела прямой ход к Ванге. И Николай Николаевич, который с ней дружил, они занимались совместными проектами, там, по медицине, в частности, и так далее. И он врач ещё был. Он попросил, чтобы она организовала нам встречу с Вангой. Ты знаешь, теперь можно об этом говорить, а раньше нельзя было, но я скажу. Зачем была мне встреча с Вангой? Ну, во-первых, мне было безумно интересно, я всю жизнь гоняющийся за такими людьми, яркими, нестандартными. Ну, Ванга, тогда Ванга, ты что, Ванга? Да к ней попасть, во-первых, невозможно. Сотни тысяч людей со всех стран стремились попасть к ней. Во-вторых, была просьба от предвыборного штаба Леонида Макаровича Кравчука. На носу были выборы президента Украины. И вот, если бы Ванга что-то сказала про Леонида Макаровича, это было бы очень круто и так далее. И вот мы поехали. Это была моя первая поездка за границу. Я был советским мальчиком. Это 1994 год, получается? 1992. 1994 – это когда Леонид Макарович отдал власть Леониду Даниловичу. Ну да. 1992 год. Значит, 1992? 1991, наверное. 1991. Нет? Он же досрочно ушел. Это 1991, по идее. Сейчас. Я сейчас посмотрю. Посмотри. Посмотри. 1992 или 1991? Выборы президента. Да, наверное, 1991. Конечно, 1991. 91, ну конечно. 100% 91, конечно. Конечно, я сейчас вспоминаю. Да, 1991 год. Октябрь. 1 декабря 1991 года они прошли. Вот, вот. А мы в начале октября поехали. Все правильно, правильно. Все правильно. Значит, и это была первая моя поездка за рубеж. Ну что, еще Советский Союз. Я никогда не ездил за границу. Советский мальчик. С чего бы меня кто-то выпустил, да я даже подумать об этом не мог. Мне сделали дипломатический паспорт. Оно серьезная миссия же. Наше Министерство иностранных дел. Дали мне дипломатический паспорт. Это сколько тебе лет было, Дим? Мне было тогда 23 года. Класс. И вот мы садимся с Николаем Николаевичем на поезд. Киев. Киев. Сейчас я тебе скажу. Мы ехали через Бухарест. Я помню, как мы вышли. Да, Киев-София. Значит, мы садимся в поезд Киев-София. И выезжаю я первый раз за границу. Помню остановку в Бухаресте. Фантастика в Бухаресте. Вышел, такие красивые здания. С вокзала видно было. И вот мы приехали в Софию. В Софии нас встретила Вера Ильиева. Ванга жила в Рупите. И иногда принимала в Петриче. И вот мы, значит, должны были... Мы, помню, в ресторан пошли. Должны были переночевать в Софии. И в гостинице мы переночевали. И мне Вера говорит. Для того, чтобы с Вангой общаться, она всегда говорит. Нужно положить под подушку накануне кусочек сахара рафинада. И потом отдать ей этот кусочек сахара. Но я все выполнил. Я же добросовестный человек. Положил кусочек сахара. Поспал на нем. Утром мы поехали. У нее был такой Мерседес голубой красивый. Ты представляешь? 91-й год. Мерседес большой. И мы едем из Софии. Горная дорога безумно красивая. Осенняя. Такая красота. Болгария. И мы едем в Рупите. Дорога не близкая, кстати. Приехали в Рупите. К ее домику подошли. Маленький одноэтажный домик. Ее не оказалось на месте. Вера говорит, значит, она в Петриче. Петриче недалеко там. И мы сели, поехали в Петриче. Это граница с Македонией. С Югославией. Тогда это была еще Югославия. Но сейчас это Македония. Там граница Болгарии и Македонии. Безумно красивые места. Мы еще пока ждали встречи у Ванги. Мы прошли границы прямо. Шлагбаум. Вот прямо граница. Горы прекрасные. Сотни людей разбили палатки и ждут приема у Ванги. А Ванга принимает, когда ей захочется. Она пожилой человек. Вообще редко. И в общем, она приехала. Ее привезли. И с порога, с порога, я еще туда не зашел. Вот она идет в домик, где она принимала. И она говорит, писатель, писатель. Ну, вот как сейчас помню эту интонацию. Значит, она не говорила, журналист, писатель. Может, это по-болгарски журналист. Не знаю. Значит, и пошла, пошла дальше. И под руки ее вели. Она не шла. Ее под руки вели родственники. Короче говоря, нас предупредили родственники. Что да, нас пропустят. Но Вера привезла. Нас пропустят без очереди. Там была ее племянница Красимера. Ее звали. Вот это я запомнил. Красимера. Короче говоря. А Вера переводить должна была. Короче говоря, меня строго-настрого предупредили. Мы не имеем права снимать Вангу. Она никому не позволяет ее снимать. И мы не имеем права записывать на диктофоны то, что она говорит. Но я не был бы журналист. Я уже там. Во-первых, первый раз выехал за границу. Во-вторых, я уже тут. У Ванги. Я уже ее увидел. И она уже прошла. Меня даже что-то мне сказало. У меня диктофон, конечно, с собой. Как раз перед этим в Харькове на рынке Туча под Московским мостом, это был лучший рынок тогда на территории Украины. Я купил задорого. Деньги у меня были большие тогда уже. Я купил задорого шикарную бельгийскую куртку горчичного цвета, в которой были такие кармашки. Вот их так на липучках. Хоп. Хоп. Вот тут они были прямо на груди. И я положил диктофон в один из кармашков, в левый именно. И на диктофоне надо было одновременно нажать две кнопочки, как сейчас помню. И я себе наметил. Так. Когда нам скажут, проходите, я уже нажму две кнопочки и все. И я это сделал. Да. Значит, почему я хорошо помню эту беседу? Потому что я все записал. К сожалению, году в 95-м, наверное, при переезде, у меня пропала эта кассета, которую я давал слушать всем своим друзьям. Затаскал до дыр. Ну и по этой кассете я потом интервью сделал с Вангрией. Интервью это вышло практически во всех украинских газетах. Потому что штаб Леонида Макаровича Кравчука его разбросал везде. Я, значит, я сейчас расскажу, с чего началось позже. Но я ей задал вопрос. Вот у нас скоро выборы. При слове «выборы», да, ей Вера все переводила. Кстати, Ванга говорила на таком македонском диалекте болгарского языка, и Вера не всегда даже ее понимала. Там были такие македонские слова. У нее был сложный болгарский язык. Говорила она, знаешь как? Она то вот так вот осядет, но наш без глаза, все, вот так она осядет, вот так. И говорит еле слышно, тихо-тихо себе под нос. То вдруг она встрепенется и начинает кричать, кричать громко. У нее такая была, такой, знаешь, ритм переменный. Это заставляло вслушиваться в каждое слово, и она иногда кричать начинала. Так вот, когда я говорю про выборы, у нас скоро выборы, я начал. Это в середине беседы было. Она начала вот так кричать, политика, политика, не хочу, это грязь, вот так вот. Я говорю, но у нас Леонид, а, значит, Леонид Кравчук, там что-то я сказал, она говорит, кое Леня, кто есть Леня. Вот помню даже слова, видишь, болгарским не владеют слова, кое Леня. И дальше она говорит, он хороший, он добрый, при нем все хорошо будет. Что нам не надо было. Значит, это интервью... Так вот, благодаря кому Леонид Макарович стал президентом. Я тебе хочу сказать, что при той раскрутке слова Ванга, когда все о ней говорили и знали, когда во всех советских, украинских советских еще газетах вышло мое интервью, такой, кстати, такой поглощаемости моими интервью никогда больше не было, во всех газетах вышло. Это распространил тогда, знаешь, что было? Ратау. Ратау, это был как потом Украинформ, это телеграфное агентство. Ратау, радиотелеграфное агентство Украины, как-то сокращенно было. Оно распространило это интервью, как сказала Банга в интервью Дмитро Гордону. Леня. Вот, и все хорошо с ним будет и так далее. Короче, она мне говорит, что ты хочешь? Я говорю, первый вопрос, который я ей задал, сколько я буду жить? Сколько я лет проживу? Она начала смеяться. Она говорит, все молодые спрашивают об этом прежде всего, сколько они проживут. Вот, значит, дальше она… Николай Николаевич спрашивал про медицину. Он занимался тогда важнейшим препаратом, и у него не ладилось что-то, и вдруг она начала кричать. Точно помню, как на кассете было. Препарат не исследован, несовершен. Вот прямо передаю ее интонацию. Значит, что сказала мне… Ну, много… Мы были 40-45 минут там. Столько она не уделяла никому внимания. Ну, вера. Люди заходили там на минуту, на две, на пять, условно говоря. Ни копейки она не взяла с нас, между прочим. Все интервью, всю встречу, всю беседу с ней я записал. Теперь вывод. Нет, давай… Я не так, подожди, я спрошу. Из того, что она тебе лично сказала, что-то сбылось? Если да, то что? Давай. Значит, первое про Чернобыль. Я задал вопрос, ну, тогда это было актуально. Вот говорят, что Чернобыль, опять какой-то взрыв будет. Ответ ее. Ни-що-не-ма, крови-не-ма. Помню интонацию, вот как сейчас это звучит. Прошло, между прочим, 33 года. Ни-що-не-ма, крови-не-ма. Дальше. Значит, что еще я спрашивал? Ну, она сказала, что детей у меня будет трое, но она ошиблась. Что она еще сказала? Мягко говоря. Да, мягко говоря. Она сказала, что после 40 лет весь мир будет у меня под ногами, но надо много учиться. Ну, такое… Под ногами, весь мир под ногами, это можно сказать, когда я летаю, да, летал. Я аж никуда не выезжал уже почти три года во время войны с Украиной. Но когда я много летал, можно тоже сказать, весь мир под ногами. Ну, чего нет. Трактовать можно как угодно. Выводы, короче. Она наверняка была хорошей женщиной, милой женщиной. Она очень сильно пострадала во время этого урагана. У нее глаз пропал, да. Все понятно. Ну, это абсолютно, ты понимаешь, во-первых, я не верю в эти особые качества, которые приписывают Мессингу. Россия про Мессинга кино сняла, про Вангу кино сняла. То есть, я считаю это красивыми легендами, не более того. Ванга, сам феномен Ванги, это феномен легендирования, которые… Это родственники Ванги, которые вокруг этого… Это КГБ Болгарии, которому было выгодно, чтобы со всего мира ехали к Ванге и узнавать какие-то вещи через переводчиков, через родственников. Конечно, да. Я не верю в сверхспособности, понимаешь. Я же много видел людей, которым молва и пресса приписывали сверхспособности. Поэтому, подытожим. Не, ну при этом ты признаешь, что некоторые все-таки есть. Те, которые, ты говоришь, гений и так далее. Ну, то есть, тоже давай это признаем. Ты понимаешь, я верю в материальное. В материальное. Но в то, что человек может предсказывать события, тем более на сотни лет вперед, ну ты меня извини, когда про Мессинга говорят, что он проходил сквозь стены, ну ты меня извини, ну туфта. Ну туфта чистая. Ну давай пусть кто-то пройдет еще сквозь стены. Или он один в мире проходил сквозь стены. Когда он рассказывает, там, от Гитлера убежал из тюрьмы, в то, что ему могли выдавать деньги в кассе, которые не должны были выдать, это гипноз, это внушение. В это я верю абсолютно. Но в прохождении сквозь стены, извините меня, ну, значит, вывод. Все, о чем пишут русские и нерусские, приписывая это Нострадамусу и Ванге, все ерунда, все неправда. Призываю никого не верить этому, ибо это ложь. Все. Ну это как раз хорошо, что в такое предсказание не надо верить, потому что предсказание, мягко говоря, не очень на 25-й год. А, тогда, вот, про Чернобыль я вспомнил. Тогда у нас в газетах просто писали, что Ванга предсказала еще один взрыв на Чернобыльской станции. И я ей это сказал, она говорит, я никогда этого не говорила. То есть, ну, слушай, люди наши очень и не наши, и американцы, и французы, и немцы, все люди очень доверчивы сами по себе. Они хотят верить в то, во что они хотят верить. И поэтому часто те, кто говорят вещи, в которые люди хотят верить, ну, просто, знаешь, манипулируют сознанием общества. Спасибо.